Я игрок «Динамо Минск». От предстоящего турнира ждем хороших ярких игр и касаемо нашей команды ждем положительного результата. Знаете как, ну как есть, так и есть. Мы, как говорится, сами маршрут не выбирали. Получилось так, значит, будем выходить из этого положения. Ну, я считаю, конечно, конечно, какое-то влияние это окажет, не в лучшую сторону, это понятно. Но я верю в девчонок, верю в наш характер и я верю, что у нас все получится в завтрашний день. Команда Старозагора уже месяц назад у нас был их финал с их непримиримым соперником, как у нас Минск, так у нас команда, по-моему, НСФ, так называется, да? Вот. Смотрели это финал Лиги Чемпионов, ой, финал их Кубка. Но сегодня у нас будет материал как раз, да, теоретический материал как раз с командой по команде соперника завтрашнему. Но я боюсь, что не слишком это актуально будет, потому что, ну, 9 человек, они подписали новых. 9 человек, игроки достаточно неплохого уровня. Вот. Ну, не знаю, как это скажется и отразится на игре. Опять же, я буду смотреть и, ну, очень верю в наших девчонок. У нас коллектив более сыгранный. Так что, скажем так, я больше позитивно отношусь к завтрашнему поединку. Ну, я думаю, что победа будет. Мы скоро в коллективе хорошие. Все заряжены, несмотря на то, что у нас долгая такая дорога. Все прекрасно понимают, что нужно за это время максимально короткое восстановиться. И все профессионально к этому относятся, потому что понимают, насколько важна нам победа в каждом матче предстоящем. Поэтому, что касаемо меня, да, я вернулась недавно совсем, но столько, сколько будет положено мне времени, сколько посчитает главный тренер, я, конечно же, готова выложиться по максимуму и помочь команде. Утренние игры для тебя будут проблемы? Нет. Уже был такой период. Мы играли с футбольным клубом Минск. У нас тоже были утильные игры в 11 часов. Поэтому и касаемо нас, у нас тренировка утильная всегда. Поэтому и я всегда люблю играть пораньше. Не люблю ждать матча. Обязательно, обязательно посмотреть своих соперников. Вот поэтому обязательно буду верить. Ну, я думаю, мне кажется, что тут без альтернативной с Энт-Колтом намного посильнее, теоретически, теоретически намного посильнее. А на практике завтра посмотрим все нас. Субтитры сделал DimaTorzok